Всем привет! С вами Вальфрам, первый ярославский видеоблогер. По статистике у нас за год 60-65, где-то 70 процентов разводов из общего числа браков. За год значит это. С чем это связано? Связано это с тем, что женщины не умеют правильно выбирать себе мужей. Причины разводов бывают разные. Какие-то бытовые, еще какие-то там не сошлись характерами, измена, много всяких причин. А одна из причин это, значит, муж начинает агрессивно относиться к своей жене. Бьет ее, поколачивает ни с того ни с сего. И в общем даже может плачевно это все закончиться. Эти избиения. Кто-то там терпит, кто-то не терпит. Вот эти избиения разводятся. Но вот это одна из причин, значит, разводов. Как же себя, женщине, обезопасить, чтобы ее будущий муж не бил ее и агрессию к ней не применял? Выяснить вот это надо заранее. А как выяснить? Надо, значит, вот что сделать. Вот в компании, в какой-нибудь компании, на каком-нибудь празднике, ну, день рождения, допустим, или Новый год, много всяких праздников. Конечно же, выпивают люди. И они начинают себя вести. Кто как, по-разному. Кто-то там шутить, балагурить. А кто-то из них начинает проявлять агрессию. Агрессию. Вот он, значит, трезвый, нормально себя ведет. А как выпьет и начинает наезжать на людей, друзей по вечеринке. И вот как-то проявлять агрессию. Как говорят в народе, дурак дураком. Выпьет нормальный. Вернее, пока не пьет нормальный, а выпьет дурак дураком. И начинает там его нести в какие-то конфликты. Кому-то что-то доказывать. На кого-то кричать. Кого-то может избить ни с того, ни с сего. И вот вам, значит, женщина, посмотреть еще до брака, до брака, как ведет себя ваш будущий муж. А вы скажете, допустим, я хотел бы себе мужа, который вообще не пьет или мало употребляет. Ну, мало употребляет. Редко выпивает. Надо, надо обязательно выяснить. Потому что сегодня он, значит, мало употребляет. А завтра случилось какое-нибудь событие. Возможно, хорошее. Рождение сына с друзьями. Там он будет обмывать или еще что-нибудь. И напьется до очень хорошей кондиции. И как вот он себя будет вести, а вы не знаете. Или смерть близкого родственника. Или еще какие-нибудь стрессовые ситуации. И вот он напьется. И как он будет себя вести? Неизвестно. Возможно, вас начнут бить. И это до свадьбы, до брака надо проверить. Это надо проверить. Это, конечно, не дает стопроцентной гарантии. Вот, значит, потому что, может, он сегодня выпил, нормально себя ведет. На следующий раз плохо будет вести. Или может искусно маскироваться будущий избранник ваш. Это алкоголь. Это такой своеобразный детектор лжи. А детектор лжи, как вы знаете, тоже можно обмануть. Вот недаром, кстати, говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Да? Вот человек раскрепощается. Какие-то вот у него проходят комплексы. И он начинает себя вот вести. Кто-то агрессивно, кто-то по-нормальному. На кого-то алкоголь вообще никак не влияет. Он и трезвый такой, и выпивший вполне нормальный. Другое дело, что иногда бывает, что вот агрессивное поведение человека связано с какими-то психоэмоциональными травмами. Был вот такой вот период, когда солдаты возвращались из Афганистана. И вот у них такой был афганский синдром. Вот послевоенный такой синдром. Он нормальный человек, в принципе. А как выпьет, начинает вот это все вспоминать как-то. И начинает у него, грубо говоря, ехать крыша от этих всех воспоминаний. И начинает даже вести себя агрессивно. Так что, такой вот, значит, совет. Надо обязательно проверить будущего мужа, как он ведет себя после употребления алкоголя. А с вами был Вальпрам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней. Продолжение следует...